Добрый день, меня зовут Крышкин Олег. Сегодня я хотел бы представить вам свою новую книгу «Искусство контроля». Эта книга базируется на как моем личном опыте, так на опыте моих многочисленных коллег, которые заняты в сфере управленческого консалтинга, а также оптимизации бизнес-процессов и создания систем внутреннего контроля. Что касается меня, то более 15 лет я занимаюсь вопросами создания такого рода систем для того, чтобы предприятия могли более эффективно работать, выстраивать более эффективные бизнес-процессы и успешно достигать своих целей, радовать своих собственников и акционеров. Эта книга, она предназначена для управленца любого уровня, даже начиная от преподавателя в начальной школе и заканчивая до глав крупнейших корпораций и государственных организаций. Везде, где речь идет об управлении процессами и людьми, эта книга может принести свою пользу. Теперь, что касается содержания книги. Книга состоит из 12 глав. Мы начинаем несколько издалека, с материала, который не имеет прямого отношения, на первый взгляд, к теме внутреннего контроля. Но, тем не менее, он важен и будет активно использован в дальнейших главах. То есть, мы начинаем с теории принципала агента и с теории систем. В этих двух теориях есть ряд важных концепций, которые необходимо применять при построении систем внутреннего контроля. Теория принципала агента должна дать нам ответ на вопрос, где проходят границы доверия в нашей повседневной деятельности. Теория систем дает нам понимание, как выстраивать системы внутреннего контроля. Потому что, в первую очередь, это системы. И они подчиняются общим законам функционирования систем. Вторая и третья часть книги посвящены практическим вопросам создания систем внутреннего контроля. Мы начинаем с такого фундаментального понятия, как контрольная среда. Контрольная среда — это условия, в которых будет функционировать ваша система внутреннего контроля. Можно провести некую аналогию с атмосферой для полета самолета. Например, на Земле атмосфера вполне пригодная и адекватная для того, чтобы самолет успешно поднялся в воздух и достиг точки своего назначения. Но если вы переместите этот самолет на Марс, то ничего хорошего из этого не получится. Соответственно, именно в такой парадигме и действует и контрольная среда. Она может как способствовать эффективной работе систем внутреннего контроля, так и существенно ей препятствовать. Вторая половина книги и, по сути дела, основная ее часть, с практической именно точки зрения, она посвящена как объяснению, что такое представляет из себя контрольная процедура, так и описанию процесса, как из отдельных контрольных процедур сформировать систему внутреннего контроля. Для тех читателей, для которых начало книги может показаться немножко запутанным, есть небольшая подсказка. Вы можете открыть 11 главу и обратить внимание на схему в начале этой главы. Эта схема является некой сублимацией всего содержания книги. И для людей, которые предпочитают системное восприятие материала, так будет проще воспринимать весь материал книги. Но для тех, кто любит постепенное развертывание сюжета, так делать не обязательно. Для специалистов в области внутреннего контроля книга может преподнести ряд сюрпризов. Суть заключается в том, что, исходя из своего практического опыта, получились такие выводы, что они противоречат ряду общепринятых понятий и концепций именно с точки зрения профессионального управления и создания систем внутреннего контроля. Например, я в своей книге отказываюсь от классификации внутренних контролей, например, от подразделения их на детективные, последующие, предварительные, превентивные и так далее. Внутренний контроль в книге преподносится как просто контроль, без каких-то излишних классификаций и прочих определений, которые только запутывают и немного уводят нас от единственно правильного смысла самого понятия и инструмента контроля. Второй отчасти неожиданный момент – это вывод, что рисками не управляют с помощью контроля, а, как ни странно, рисками управляют с помощью мер по управлению рисками. Контроли лишь дают нам информацию для принятия управленческого решения, какие меры лучше выбрать. И в завершении книги достаточно стандартный подход. Предлагается пример для того, чтобы читатель освоился с новыми понятиями, посмотрел, как они применяются в отношении конкретного бизнес-процесса. И чтобы окончательно сложилась картинка в голове, каким образом можно применить полученные знания в своей профессиональной деятельности. Многие читатели, да и в принципе обычные, то есть просто люди, они воспринимают контроль как нечто запрещать и не пущать. Но на самом деле контроль – это просто управленческий инструмент. Это одна из пяти функций менеджмента. Это один из четырех шагов системы PDCA, так называемого цикла Деминга-Шухарта. Plan, do, check, act. Вот как раз в чек проверять – это и речь идет как раз о контроле. Одна из ключевых целей, которую я ставил перед собой при написании данной книги – это чтобы все разрозненные и многочисленные знания о системах внутреннего контроля и контроле как таковом были собраны в одном месте. Мне так удобнее. И я надеюсь, так удобнее будет вам. Поэтому желаю вам приятного времяпровождения с моей новой книгой «Искусство контроля». Большое спасибо!